Я хочу выучить новый язык, но я не знаю, что делать. Я так долго изучаю этот язык, но почему я не могу разговаривать на нём? Почему у меня всё ещё нет успеха в этом языке? Что поделать? Может быть, эти вопросы вам знакомы. Вы хотите выучить новый язык, но вы просто никак не можете достигнуть вашего цели. Если так, тогда этот ролик для вас. Сегодня мы будем обсуждать цели и мотивации, и как это важно для вашего изучения нового языка. Поехали! Привет всем! Это Забрина из Russian Homestead Girl, и добро пожаловать ко мне на канал. Я очень рада вас видеть. Сегодня я хотела начать новую серию о изучении нового языка. И сегодня первый день мы будем говорить о мотивации и цели, почему это важно, и почему, может быть, ваши цели сейчас не подходят. И что об этом делать. Но сначала я бы хотела сказать большое спасибо всем моим подписчикам и всех, которые поставили лайки, и подписывали, и ставили комментарии. Это очень меня радует и очень поможет. Большое спасибо вам! Так, цель. Почему цель такая важная? Без цели вы никуда не уйдёте. Почему? Потому что если вы не знаете, куда идти, вы не знаете, вы не узнаете, как. Когда человек хочет выучить новый язык, обычно у них есть какая-то цель. Может быть, я хочу... Обычное цель это... Я хочу свободно говорить на этом языке. Ну, хорошо. Но на самом деле это не очень практичная цель. Почему? Потому что что значит свободно говорить? Что значит владеть языка? И чтобы цель была практичная, нужно быть... Чтобы цель была хорошая, нужно быть практичная. И нужно быть такая конкретная. Например, вместо того, чтобы сказать, я хочу свободно говорить на этом языке, может быть, лучше сказать, я хочу разговаривать на этом языке на ежедневной теме. И я хочу, чтобы я смогла разговаривать с носителем языке на 15 минут. И это будет удобно для мне. Это конкретная цель. И из-за того, что это конкретная, ты можешь создать шаги, чтобы достигнуть этого цели. Но другая цель, другой пример. Может быть, я хочу... Я хочу владеть этот язык как носитель языка. И как носитель. И это огромная цель. И это очень хорошее цель. Это на самом деле моя цель. Но это всё ещё не конкретное. И поэтому не очень полезное. Лучше для меня создать маленькие конкретные цели. Например, да. Моё цело раньше было... Свободно разговаривать на русском языке и на ежедневной теме. Для этого я выбрала некоторые темы, на которые я хотела свободно говорить. И когда я смогла свободно говорить о этой теме, до течения 15 минут, я осознала, что я достигла мою цель. И тогда я продолжала новую цель. Да. Первая причина, по которому цель так важна, это чтобы ты знала, куда идти. Цель должна быть практичная и конкретная, чтобы вы смогли достигнуть этого. Вторая причина, почему цель такая важная, это связано с мотивацией. Когда изучение языка становится сложно и трудно. И это... эти времена будут. Это обязательно. Потому что всегда есть время, когда ты устаёшься, ты... когда всё... Ты становишься более и более занятой, у тебя нет времени, у тебя нет энергии. И тебе в этой... именно в эти времена нужно вспомнить свою мотивацию, свою цель, чтобы у тебя был стимул, чтобы продолжить. Даже когда сложно. Для меня моя главная мотивация, это мои будущие детей. Я хочу свободно говорить на русском. Я хочу владеть этого языка, чтобы однажды я смогла разговаривать со своих детей на русском. И обучать их на русском. И для меня это очень сильная мотивация. Даже когда есть сложная грамматика, когда я устала, когда я занята, я не хочу изучать русский. Я продолжаю, потому что у меня сильная мотивация. Итак, это мой первый совет. Чтобы выучить новый язык, вам нужно прояснить свою цель и свою мотивацию. Я бы посоветовала, чтобы вы написали свою цель на бумаге. Ну, ручная. Ну, электронная можно тоже. Но чтобы была какая-то запись в свою цель, чтобы вы просто не придумали цель и завтра забыли. Нужно было, чтобы цель было видно. Это тоже хороший момент. Это то, что когда ты прояснишь свою цель, ты узнаешь, правда, важно ли этот язык для тебя. Потому что если этот язык не важен для тебя, то у тебя не будет достаточно мотивации, чтобы продолжить до конца. Потому что изучение нового языка это процесс. И это долгий процесс. Это хороший, очень хороший процесс. И компенсация огромная. Но для этого, чтобы достигнуть до конца, нужно иметь правильный, хороший цель и мотивацию. Давайте в комментарии напишите, какой язык вы хотите выучить. Может быть, вы уже долго изучали этот язык, вы достигли успеха или нет? И если нет, почему вы думаете? Почему? Ну, какие проблемы вы увидели в ваше изучение? И напишите в комментарии, проясните свою цель, почему вы хотите выучить этот новый язык. На сегодня это всё. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк. Если вы хотите видеть больше роликов, ну, похоже на этот, тогда, пожалуйста, подпишите в комментарии и подпишите на мой канал. До скорой встречи на моем канале. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok